Ну что ж, всем привет дорогие друзья, с вами снова я Дисан, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиктель Мон И добро пожаловать в наш 5 сезон 62 серию Да, что мы будем делать в этой серии? В этой серии, наконец-то, мы уже себе сделаем орб для Забдуса Да, поздравляю всех в предыдущей серии, мы уже наконец-то нашли алтарь для Забдуса И алтарь для последней легендарной птицы Нам осталось просто прокачать орб и все, у нас будет легендарное трио птиц Легендарные, не знаю, короче, три легендарные птицы у нас будут Да, все, что осталось, это прокачать орб Но перед тем, как куда-то мы пойдем, у меня есть некоторые планы Во-первых, что мы будем делать? В первую очередь мы выложим вот этот весь хлам, точнее не хлам, а вещь, которая у нас есть, да? Чтобы просто не мешали у нас вот тут в инвентаре Выложим то, что нам нафиг в данный момент не нужно, да? И все И уже инвентарь будет в какой-то степени чистый, да? Так, отлично, это выложили Знаете, что я еще хочу? Так, это, в принципе, тоже нужно Знаете, что я еще хочу? В первую очередь это выложить, да, как я сказал А во вторую очередь я уже, наконец-то, хочу поменять свой бэкпак То есть с маленького на большой Зачем я тогда сделал большой, да? Если, в принципе, мы им не пользуемся, а до сих пор пользуемся маленьким, да? Бэкпаком Знаете, почему так? Потому что я сначала думал, что маленького бэкпака нам не хватит Потому что, когда мы будем идти на охоту, да? То мы будем складывать и в маленький бэкпак Потом, когда они будут вставаться, то и в большой бэкпак будем складывать Но я подумал, нахрена? То есть не всегда нам хватает Не всегда маленький бэкпак забивается Тут в большом в два раза больше слоев Поэтому, в принципе, тут хватит на большое количество А такого, мне кажется, что мы пойдем на охоту И маленький бэкпак забьется, и большой бэкпак забьется Мне кажется, такого, ну, не очень вероятно, да, что это будет Потому что, потому что я уже не знаю, сколько нужно боссов побивать Чтобы все бэкпаки как бы заполнены были, да? А, зачем я это беру, если у нас уже есть? Как раз нам же орб нужно сделать сразу Потому что, сами же знаете, что нам нужно прокачать его Твою нафиг Что я сделал? Да ладно Если бы у нас вообще орба не было, я бы расстроился Но зачем? Я случайно, ребят, что-то я вообще в другом задумался Вот что нам нужно Для Забдуса нам нужно, а не для Артикуна Так, замечательно Дальше Это забираем Сложим сюда Замечательно Дальше что? Дальше еще вот это выложить нужно Вот это выложить нужно И смотрите, ребят, ничего ли я не пропустил? Вроде нет Тут уже больше ничего Замечательно Этот бэкпак, в принципе, можно уже сюда выкладывать И берем наш синенький бэкпак, ребята Ух, офигеть 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 Что я вообще хотел сказать? Ну, короче, офигенно То, что у нас уже синенький бэкпак Что сюда можно поскладывать? Что, в принципе, в данный момент нам не нужно Давайте вот это сложим, точнее Еще вот сюда вот это можно сложить Вот это Это, в принципе, выкинуть можно, если что И, в принципе, все Вроде все 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 Так, ребята Ну что, замечательно Мы очистили наш более-менее инвентарь Фух Первое дело мы выполнили Второе дело Это время эволюции Потому что, как вы знаете В нашей команде в данный момент Три покемона, которые эволюционируют От эволюции В данный момент мы можем эволюционировать Только Сайтера И только Магмара Да Сайтера и Магмара Но нам еще нужно будет эволюционировать Гравеллера Поэтому Давайте сначала его прокачаем Да Чтобы потом, знаете В один момент Всех Всех Троих прокачать И, в принципе, мне кажется Будет И быстрее и лучше Электрод Рарбос Замечательно Еще сейчас как раз И Джио Дуда Немного прокачаем Вот сюда Фу Так Ну что Сам взорвался Замечательно Давай, пожалуйста Эволюция Гравеллера Точнее Джио Дудов Гравеллера Ах, твою Ладно Так Ну, к сожалению Я еще не достроил наш музей И, точнее, музей А ресторан Но, в принципе, потом я это сделаю Так Ну что Два Четвертый Замечательно 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 Так Куда бы нам днем пойти На прокачку Знаете, может, давайте пойдем В длинный биом В принципе, давно мы там не были Двести пятьдесят Четыре тысячи пятьсот Двести пятьдесят Четыре тысячи пятьсот Главное, в стене где-то не застрять Замечательно Ну что Кто тут может быть С больших уровней Чтобы можно было Классно прокачаться Ты какой? Лайрон Опа Замечательно Хм Тут, в принципе, действительно Можно так же прокачиваться Как ночью на бешарпах Так днем на Лайронах Ммм Еще, знаете, такое совпадение Что С них так же падают Железные слитки Что, в принципе, тоже Намекает нам уже На то, что Похоже на бешарпов Но круто, круто Вот Убили одного лайрона Все А давайте посмотрим Чтобы у нас была Точка прокачки Днем То есть, знаете Ночью мы можем пойти И на пылесосах Покачаться И на бешарпах Покачаться А днем, в принципе Мы ни хрена не делаем Кроме поисков Да? Давайте посмотрим Вдруг Лайрон Хм Ну Не скажу Что так же много Как и бешарпов Да, например Ночью Но все же Тоже много Если честно Да еб это По два куска идет Что, в принципе Тоже замечательно Мне так кажется Поэтому Хотя Не-не-не-не Ребята Смотрите Лайронов тут Тоже до хрена Спамится Хм Как думаете Будет ли это Отличное место Для прокачки Так Мне кажется Что прикольно Потому что Классно Нам тут Будет качаться Только то Что они еще Иногда спамятся По земле Это не очень круто Потому что Вводят в заблуждение Если честно Так Это у нас там кто Дактрио Рарбос Но он вроде Я не знаю В земле Или они тут Спавнятся А, вот он Вот он То есть они могут И в земле И не в земле Спавнятся Давай Дай нам Экспешер Пожалуйста В честь Алтарчика Которого мы нашли Пожалуйста Дай нам Экспешер Лайронов дофига, что самое главное, эти чупчи не вступают между собой в бой Потому что вы знаете, что Бишарпы это такие скотины, которые только в бой между собой вступают Они не будут на нас нападать, не, будут иногда нападать, но не успеем добежать до них, они уже сразу в бой вступают Так, это можно выкинуть, 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 это поставить сюда, замечательно Это выкинуть, это выкинуть, чтобы не мешало, замечательно Мне, ребята, мне кажется, отличное место для качки То есть, мне кажется, что ночью тут как раз будет замечательное, точнее днём тут будет замечательное место на Лайронах Так же, как и ночью на Бишарпах, да, допустим так полетели куда-то я просто хочу какой-то удачный кадра что ли найти какой-то знаете удачное местечко красивое потому что длинным биоме красивых местечек и не скажу что очень прям много да но все же хрен его знает допустим вот тут так ладно ну что это кто там у нас опа точно вот кого я давно хотел словить но не как смиргл хотел давно словить но не мог потому что у нас не было бого сейчас я их я вспомнил когда тебя увидел поэтому залезай в болт быстренько я не знаю какой способ вообще никакой то есть не нужно вообще на него обращать внимание кубок сам короче залезли и не будет выпендриваться не а ну ребят классное место классное место если я согласен что есть есть у нас знаете уже . где можно качаться ночью где можно качаться днем и если вы не будете против то я наверно сделаю себе телепорта до чтоб чтобы не смотреть какие там координаты куда ты поехаться куда нам идти смотреть на картах а куда лучше пойти потом вводить координаты застревает всем в земле и потом опять телепортироваться просто сделать какой какой-то себе телепорт так как и в предыдущем сезоне да и принципе просто вот так ты пехаться я надеюсь вы не будете против потому что принципе в этом сезоне мы обещали что не будем что не будем создавать нпс of но принципе это нпс для телепортации то есть что можно сказать как это можно сказать упрощает нам три точнее упрощает нам какую какую-то способность телепортации чтобы долго не мучиться с этим телепортом и плюс к тому плюс к тому а тут мы уже были до плюс к тому просто напросто удобнее и сокращает расход времени на то чтобы ты пехнуться куда-то да мне кажется здесь на это будет круто какой-то о скос-скос-скос сейчас ребята чаще дайте дайте я сначала попаду чтобы он не убежал люди сюда устоял на месте вот наконец-то же время же большой охоты у нас до хрени еще просто болов которые мы какой-то степени даже не используем и это принципе жалко потому что нужно всех ловить вот скорупы мы словили мэровак там был например у мэрока нет смысла ловить вот кого еще видел видел но уже пропала нет мэджик артам к сожалению хотя как сожалению мэджик артам не нужен был дор ну а почему бы не попробовать вдруг вдруг сейчас сто алмазов выпадет до горите дам мэдиса много хочет зато один алмазик выпал что тоже круто это можно выкинуть ху там босс не хочу на него идти кстати оникс а почему бы не словить какая разница сейчас его словить или позже его словить главное чтобы он словился зараза ну ладно сам нападая вижу ты хочешь напасть не ну ладно ну по сути дела даст был уже должен вступить вступить в действие так как уже ночь ну да замечательно ребята оникса мы словили что-то я если честно шайни не вижу опа лунатон последняя встреча с лунатоном у нас не очень дружелюбно прошло потому что он мне просто мозги натрепал но если сейчас он не будет гнать всякую пурбу и просто залезет даскбол о мы все ему скажем спасибо ребят поэтому дружно говорим спасибо лунатону вагон привет я бы тебя словил но он у нас уже есть вагон поэтому нет смысла принципе даже даже ловить его он у нас есть мы потом его просто-напросто возьмем прокачаем наверное следующий покемон у нас будет вагон я так думаю них ни хрена себе ребят смотри какой какой вы себе тут норку выиграли круто 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 так замечательно тут как раз это кто опять вагон тот как раз отличный пейзаж вот тут например мне так кажется то что ночь это не очень классно потому что ни хрена не видно но да ладно а вот кого у нас еще нету один самих обычных покемонов но а нет есть нифига себе как-то ребят даже забыл если честно фух ну охота охота а папа а у них я себе сафари был охота охота да мы уже принципе нормально даже покемонов ставили если говорить правду 2-3 покемона за одну серию это уже охрененно 45 это еще лучше потому что уже можно сказать это какая-то знаете мини охота если сейчас еще кубик его наслоем это тоже будет замечательно плюс тому мы можем иногда там парочку парочку покемонов убить чтобы прокачать себе орб ну вроде все вроде на данный момент если честно я даже не знаю кто тут может быть кого у нас нету поэтому ребята я не представляю если честно нихрена себе тут еще и огромный спаунца о болдор иди-ка ты сюда дружище мы тебя погладим по твоей головушке на держи и еще раз на жадина недавно алмаз но ладно так ну что ребят смотрим 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 и прошу пишите в комментариях кто знает кого у нас еще нет по я там был вижу вижу ребята не кричите я вижу там бог а может вы даже не заметили невнимательный че я покажу где там болт да ты ударишь его нет ребята знаете что еще пишите пожалуйста в комментариях какого покемона у нас еще нету кто водится глиняным биоми потому что честное слово я не помню вот он болт напишите пожалуйста в комментариях кто водится в вы 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 в глиняным биоми кого у нас еще нету буду отдельно благодарен тому человеку но убили человеком кто в принципе тоже напишет так ну что ладно ребята знаете чтобы не затягивать серию мы наверно уже просто-напросто чат топаем домой вернемся позже или принципе в следующей серии потому что прокачка тут у нас будет прокачка днем а на бешар пах будет прокачка ночью как я понял так ну что теперь так замечательно да если бы ты еще не залагал было бы вообще ахрененно ща перезайду короче так ну что ребята мы продолжаем просто знаете бывать иногда такие лаги которые когда ты пахаешься не прогружается карта и нужно перезаходить хрень и узнает еще ищем это вообще связано ну что приступим ребята приступим сначала вылечим и приступим сейчас мы к эволюциям ну что потом поле потом поле ребята как можно быстрее мы делаем все по-честному если у нас нету той шапки с помощью которой покемони может эволюционировать значит моего не будем прокачивать но мы просто берем покемона отдаем за него шапку с как с помощью которой он должен эволюционировать в трейд-машине удаляем нашего логично и спавим спавним точно такого же уровня как был наш то есть не меньше не больше то есть чтобы потом не говорили да что ты удалил 20 уровня заспавнил там 40 45 уровня да и принципе все мы не тратим наш покебол мы не тратим покебол с геймода просто включаем геймод кидаем покебол и он даже не тратится просто как бы в геймоде не тратки не тратится ресурсы да можно использовать его много раз и поэтому мы не 4 можно сказать ни капелька так ли сайт для сайта работы от авру металл к ну да вроде вот это то есть знаете мы еще и вылезнируем просто выкинем эту шапку можно сказать мы эту шапку отдали за трейд тут читаешься ребята никакого нету кто скажет я читер идите в по пенсию потому что читер что тут никакого нету и магмарайзер это вроде для магмара да если я не ошибаюсь это еще сюда это сюда это сюда это это где там вот он это сюда это сюда и вот ну вроде все так вот вроде все для гравиллера вроде шапки не нужно поэтому все нормально ну что потопали ребята потопали шапку за сайтера мы удаляем шапку за магмара мы удаляем все берем компьютер вот компьютер ставим его сюда это убираем куда-то вот сюда это вот сюда ой дюкнулась да удаляем дальше это тоже удаляем ну что сайтер 30 уровень да мы его берем сайтер 30 уровень мы его удаляем чтобы не забыть давайте сразу же покер спаун сизор левел 30 главное да не нападайте на меня вот эта хрень потому что это реально вот потому что вот пока он ловится мы удаляем магмара 28 уровень нужно запомнить покер спаун маг магмуртар вот он магмуртар левел 28 да дай мне убежать вот отлично ловим пока он ловится мы спауним гравейлера точнее гулема какой уровень 34 нужно запомнить тоже 50 процентов ребята это нужно отпраздновать покеспаун какой он был 34 гулем шайни он был шайни левел 34 ну почему ты на меня нападаешь вот замечательно все мы словили все так это еще нужно чтобы потом не говорили что я себе компьютер взял да с гейммода это кто у нас метапод охлата не хочу ну что замечательно ребята эволюционировали мы трех покемонов сейчас посмотрим сколько мы словили мы словили 1 2 3 4 5 покемонов это круто ребят давайте на этом заказ заканчивать чтобы не затягивать серию следующей серии мы уже начнем активно прокачивать орб и также начнем дальше начнем а продолжим дальше ловить покемонов ребята на этом всем всем за просмотр ставьте лайки не забываем писать какие-то пожелания то что пожелания какие-то советы так как я спросил у вас кто еще спавится длинном объеме у кого кого у нас еще нету и ребята на этом мы заканчиваем ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем за просмотр всем удачи и всем пока 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 а